отдыхала в испании в марте тогда в испании вообще не было ни карантина в принципе был на всю барселону один заболевший человек коронавирусом поэтому в принципе было абсолютно не страшно но буквально после двух трех дней как я приехала из испании там началась сильная паника шумиха очень много заболевших там тысячи тысячи там каждый день и так далее ну да и страшно что делать подруга ко мне пришла мы начали читать симптомы коронавируса сравнивать с уровень уже из-за этой паники мне кажется у меня поднялась температура там 37 2 37 и 1 все сто процентов все вызывать диана вызывай скорую диана вызывай скорую я тебе говорю на третий день пришел мой результат мне позвонили из лаборатории сказали что мне положительное не забирают в инфекционные мои паники не было предела и остановки и все я думал именно этой красоты этой свободы я ждал 21 день началось все с давно запланированного отдыха в горах от которого мы решили не отказываться и решили поехать в австрию так как был спокойный регион с точки зрения безопасности и активности коронавируса я по возвращению в минск это было где-то 15 марта был в прекрасном состоянии расположение духа но у меня был первый симптом на который я сразу даже не обратил внимание это у меня пропал запах и пропал вкус когда я приехал в инфекционку я сразу же сдал еще раз анализ и он опять же подтвердился как положительный за ноутбук и все я работала вообще даже без выходных абсолютно если не работать и вот например даже время вечером то меня заканчивала работать всем вечером и все это начинается такое время когда ты думаешь загоняешься ты начинаешь все крутить в голове я занимался спортом то есть даже мой коллега по палате которому было 55 лет скажем он был инициатором каждый день вставали в 6 утра с ним делали зарядку полноценную потом у нас были часы ходьбы где-то примерно по полчаса 40 минут расстояние которое ты проходишь в одну сторону 9 шагов 9 шагов туда 9 шагов назад ну и так полчаса где-то в среднем день получалось пройти в районе там трех пяти километров должны прийти два отрицательных один заднем чтобы человека выписали у меня на тринадцатый день взяли пришел отрицательный и потом наверное через там день два взяли опять и два отрицательных и все я с моим подходом к жизни и с моим отношением в принципе к своему здоровью я себе просто не мог позволить паниковать или волноваться или еще что то то есть я знал что да у меня есть коронавирус отнес к этому с юмором и запилил сразу же история что наконец-то мой статус официально утвержден санитарки медсестры врачи все очень слаженно работали на просто на супер позитиве я не знаю сколько нужно сказать им раз спасибо за их идеальную слаженную работу чтобы они это услышали и ну им как-то это аукнулось и и не знаю и не знаю слов не подобрать просто объективно очень честно выполняют свою работу то есть не открещиваются от нее не говорят что у нас тут поток на вас времени нет когда надо доктор приходил отвечал на все вопросы где-то подшучивал то что мне больше всего не нравится эта реакция людей как люди считают нас какими-то прокаженными да наверное я здорово я не болею не справка хотите страх со стороны там вот друзей вы видели мы приехали сюда к моим друзьям кайт-спот и все рады были меня видеть и с удовольствием со мной обнялись и пожали руку и скорее это какой-то прикол да с тем что не трогает по факту люди которые переболели коронавирусом они не то что не несут опасности для окружающих они приносят пользу для общего населения вот основная идея вот вот наверное тот момент который нужно осознать люди